Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я начинаю новый влог. Сегодня я проснулась очень-очень поздно, даже стыдно говорить, вот сколько я сегодня проснулась. Вроде вчера рано легла, но сегодня прям очень хотелось спать. В конце меня еле разбудила мама, потому что сегодня мы начинаем уборки во всем доме. Я это, честно, ненавижу. Генеральная уборка это прям мое самое нелюбимое. Тем более в этом доме очень много ковров, очень много постельного белья, всяких одеял и так далее. И все это необходимо спустить с второго этажа на первый, помыть полы. Короче, дело сегодня просто навалом. Я еще залипла в инстаграме, поставила вам опросник, и такие смешные вопросы вы задаете прям. С удовольствием отвечаю. И, кстати, если ты до сих пор не подписан на мой инстаграм, обязательно переходи, подписывайся. Там все раньше моих влогов, то есть, естественно, в реальном времени вы можете наблюдать за моей жизнью. И то, что я делаю. Кстати, пудра классная, мне прям понравилась. Я первый раз ею пользуюсь, так свучей делала. И плюс у нее еще в запаске есть еще одна. Это коллаген от ENAF. Я выложила в инстаграме сумку, которую я хочу купить. Она от Versace, стоит около плюс-минус 300 долларов. Вроде я ее хочу, но с другой стороны, я думаю, блин, я могу сделать два огромных заказа Шейн за эти деньги. И купить себе дохрена мелочевки, какой-то фигни. Нужна ли мне эта сумка? Вот я смотрю на нее и постоянно думаю. И на мое удивление, многие пишут, зачем тебе эта сумка? К чему эти все понты? Возьми себе какую-то обычную. Я почему-то думала, что вообще наоборот будут писать, что возьми одну нормальную сумку и пользуюсь ею годами. Но такого, кстати, нет. Сейчас вы, наверное, спросите, зачем я делаю макияж. Просто убираюсь дома и делаю мейк. Во-первых, когда я проделываю какую-то пыльную работу, а здесь пыли просто дофига, честно. Особенно, когда ты убираешься во всех комнатах, выносишь все вещи на улицу. В такие моменты, если я не нанесу тональную или хотя бы пудру, то у меня поры забьются грязью и у меня появится высыпание. Поэтому в таких случаях обязательно, в моем случае, защищать свою кожу тональным или хотя бы пудрой. Вот такие тут дела. Работы уже проделано, кстати, очень много. Я попыталась маме объяснить, что я звезда, блогер. Я не могу проделывать такую работу. Мама сказала, ничего не знаю, швабру в руки. И погнала работать. Кстати, это ковры, это ручная работа моей бабушки. И раньше эти ковры очень ценились. И за продажу одного ковра можно было ползимы купить продукты в себе. Полгода уходила на создание этого шедевра. Если присмотреться, каждый узор сделан вручную. И на самом деле это сложно. Я представляю, насколько надо быть грамотным, чтобы вот это все вот сделать. Но сейчас эти ковры, к сожалению, не ценятся. Появились обычные, фабричные. И даже особо такие ковры ни у кого дома не заметишь. Но время от времени их нужно выносить обязательно. Вот здесь такие веревочки. Кстати, есть такие ковры, которые с обеих сторон одинакового рисунка. Здесь нет. Много таких ковров у нас. Посмотрите, вот этот тоже очень интересный. Этот влог получился вообще какая-то сборная солянка из кусочков, из разных дней. Я не знаю, насколько это будет интересно. Просто в последнее время очень мало контента на моем канале. Поэтому эти материалы я решила не удалять, а соединить все вместе и загрузить в виде влога. Здесь всего 11 минут. Что я здесь делаю? У нас был закрытый мешок. Уже день стоял на солнце. И мы решили проверить, насколько целы остались орехи. Чтобы проверить состояние орехов, мы высыпали этот мешок. И после того, как мы убедились, что с орехами все замечательно, я решила обратно поместить это все в мешок. Но на мое удивление, все, что мы высыпали из мешка, обратно утрамбовать у меня, естественно, не получилось. Мне бы два таких мешка, чтобы это все поместить. Кушая шоколадку Альпин Гольд с фундуком, возможно, это тот самый фундук, который я собирала. Вот так вот он выглядит. Это еще в зеленом состоянии. Это все вынимается. Еще внутри, сейчас вот эта часть, еще молочная. То есть, со временем она немножко твердеет. Но сейчас орешки очень-очень вкусные. Я собираю их в мешки. Еще сегодня с утра сделала очередной заказ Шейн, чтобы когда я приехала в город, уже мой заказ был у меня дома. Заказала вот такой кроп. В нем ходит полгорода у нас. Но я тоже решила не быть исключением и заказать себе тоже. Вот такие вещи у меня происходят сплошь и рядом. Я не заметила, что у меня в корзине два наборчика таких ручек. Но ничего страшного, понадобится в хозяйстве. Решила после возвращения в город возобновить свои тренировки в зале. И поэтому заказала себе вот такие лосины. Буквально три дня назад мы с мамой законсервировали помидоры. Я очень люблю домашние. Они получаются гораздо вкуснее, меньше уксуса. И вот сейчас хожу рядом с ними, прямо облизываюсь. Как же дожить до зимы? Как же вытерпеть? Да никак, мои хорошие. Жизнь один день и этот день сегодня. Надеюсь, что получилось не слишком остро. Потому что сюда мы добавили вот такой перец, который дала нам соседка. Он очень-очень острый. Возвращаюсь к вам уже непосредственно в день поминок. Сегодня я встала в шесть. Само мероприятие начинается в двенадцать. От двенадцати до двух. Поэтому встать нужно рано. Для меня это, естественно, проблема. Но встать пришлось, потому что маму тоже жалко. Она не может управиться со всеми делами в одиночку. Тем более утром обязательно нужно было поехать за мясом. И это нужно было сделать очень рано утром. Изначально, кстати, мы нашли мясника, который согласился привезти мясо сам. Но в последний момент он сказал, что планы поменялись. И он не сможет приехать. Поэтому нам придется забрать свой заказ самостоятельно. Что я, собственно говоря, с утра и сделала. Также на подобных мероприятиях бывает молла. Мы решили пригласить двух. Для женщин отдельно женщина молла. А для мужчин мы пригласили мужчину. Его, кстати, нужно было забрать из соседней деревни. И за ним тоже надо было поехать. И потом, когда мероприятие закончится, его обратно нужно было отвезти домой. Также с утра я подмела весь двор, сзади двора, под навес. Везде подмела. И у нас так чистенько, опрятненько. Вчера убралась просто во всем доме. Это все я говорю в оправдании. Так как долго не было контента. И, возможно, вы думаете, что мне просто было лень снимать. На самом деле нет. Было просто много забот и вопросов, которые нужно было решать немедленно. Готовить в таких объемах самостоятельно очень сложно. Поэтому подобную ответственность мы, естественно, на себя не берем. И позвали, естественно, повара. Повара зовут и на свадьбы, и на всякие мероприятия. И готовит уже она самостоятельно. И, кстати, на 40 дней готовила эта же соседка наша. Она, кстати, смотрит мои видео. Огромный привет вам, если вы сейчас смотрите мое видео. Получилось все очень вкусно. Ну, а я, естественно, в роли просто принеси-подай, унеси, помой и так далее. Вот я сейчас тащу туда дрова, потому что все варится на костре. Не знаю, как у вас, но для меня этот год прошел настолько быстро. Вот у меня такое ощущение, что бабушка умерла где-то 2-3 месяца тому назад. А уже прошел год. И за этот год очень много всего произошло. И хорошего, и положительного. Жалко, что бабушка это все не увидела. Но я очень надеюсь, что она смотрит на нас с небес. И довольна всем тем, что сейчас происходит. Все, кто хотели помянуть бабушку, пришли. Людей было действительно очень много. Но удивительный момент. Мужчины сидят отдельно, женщины отдельно. Это, кстати, и на свадьбах в деревнях, и на поминках, и на всех остальных мероприятиях. Почему так происходит, я, если честно, не знаю. Но мужчины всегда сидят отдельно. Кстати, в городе нигде никогда я не замечала такого. В городе всегда и женщины, и мужчины сидят за одним столом, беседуют, общаются и так далее. Здесь такого нет. И во всех деревнях я заметила, что мужчины и женщины сидят отдельно. Наверное, им так комфортнее. Не только на поминках, но и на свадьбах, и на всех остальных мероприятиях. Вот эти два стола мы накрыли для мужчин. Но так как мужчины все сразу не приходят. Кто-то приходит к 12, кто-то к часу, кто-то к полвторому. Поэтому потом убираем тарелки, ставим другие. И также есть первое блюдо в обязательном порядке. А этот стол уже для женщин. И после того, как все уже придут, покушают, посидят, после этого мы направляемся на кладбище. У нас получилось туда пойти немного поздно. Мы где-то в 4 пошли, потому что некоторые люди немножко опоздали. Приехали достаточно поздно. Поэтому на кладбище мы направились тоже поздновато. Мы поехали на двух машинах. Это моя машина и машина моего брата. В принципе, кладбище находится недалеко от деревни. Точнее, оно находится в деревне. Можно даже добраться оттуда пешком. Но удобнее будет на машине. Каждый раз, когда я бываю на кладбище, мне становится очень грустно. И я задумываюсь о смысле жизни. А это, кстати, могильная плита моего дедушки со стороны папы. Я его никогда не видела. Помните, я вам много о нем рассказывала. И это моя тетя. Также здесь же есть могила моего дяди, который скончался очень давно. Я его никогда в жизни не видела. Но, насколько я знаю, его сбил поезд. Нам кажется, что у нас куча времени. И жизнь, она бесконечна. Но это на самом деле не так. И в такие моменты, особенно на кладбище, ты хочешь, не хочешь, задумываешься о жизни. И делаешь определенные выводы. Поэтому чаще нужно все-таки посещать это место. И я, пожалуй, на этой ноте с вами буду вынуждена попрощаться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки и берегите своих близких, пока они рядом с вами. Субтитры сделал DimaTorzok